История этого зала, так же как и самого здания, ведется с 1909 года. Когда-то здесь была женская гимназия, где учились 80 гимназисток. С 1938 учреждение приобрело статус педагогического университета. Во Вторую мировую в педуниверситете развернули военный госпиталь. В самом большом и светлом помещении в актовом зале проводились хирургические операции. Следы йода и зеленки до сих пор хранят половицы этого зала. Голоса студентов зазвучали здесь снова в 1946 году. После войны это был главный актовый зал. Вуз расстраивался, но он всегда использовался. Здесь факультеты исторические, филологические, их объединяли, разъединяли, юристы здесь появились. Он всегда был в деле. Я помню, что будучи первокурсником, это было 9 мая 1966 года. Вот я участвовал в театральной постановке здесь. Это первое мое впечатление об этом зале. Мы учились в другом корпусе, но вот в этот актовый зал мы приходили для того, чтобы торжественно отметить 9 мая 1966 года. 21 год победы. Зал вмещал в себя более 170 человек. На стенах и потолке располагались профилированные тяги, декоративные элементы растительного рисунка. А в середине зала висела историческая люстра. Эта люстра начала 20 века. Она не только освещала весь зал, но и была главной его украшением. Мы ее опускали вниз, приводили в порядок, отмывали. Дальше там есть такой специальный механизм наверху, подтягивали наверх. Она очень украшала. Восстановить подлинные детали интерьера, уникальную лепнину, розетки – именно этого хотели бы преподаватели старейшего вуза. Ведь его история заслуживает трепетного отношения к себе. По нашим предварительным расчетам стоимость тех работ, которые необходимо здесь выполнить, не менее 20 миллионов рублей. Но мы очень надеемся, что в ближайшее время уже в объединенном университете к вопросу зала. Вернемся и рассчитываем все-таки те ремонтные работы, которые полагаются выполнить. Безусловно, историческое здание всегда было брендом университета и не случайно входит в символику ЗАГГПУ. Администрация вуза надеется, что столетняя история, памятник архитектуры Забайкалья, продолжится в обновленном облике уже скоро. Анастасия Удовиченко, Виталий Литвинцев. Время новостей.